Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на продаже появилась мечта многих танкистов. Объект 268.4. Мечта ПТ-вода. И за данную машину просят ни много ни мало целых 27500. Напишите сразу в комментариях, ребят, те кто помнит, чтобы за такие ценники или дороже, допустим, продавалась какая-то коллекционка, либо премиумная машина, пускай даже в составе какого-то супергодного, набора, но просто сам ценник, как мне кажется, самый большой, какой я только видел за всю историю, сколько я нахожусь в танках. Что касается самой ПТ-шки, мы ее сейчас обязательно обсудим, выкатим из ангара, заценим ТТХ, ну и, соответственно, заценим сам наборчик. В наборчике, ребят, нам положили целых 5 мистических контейнеров, и если вы плюс-минус фартовый игрок, то, возможно, вам оттуда еще и дропнется какая-то дополнительная машина. Что касается Камо, то без него, безусловно, вариант 4 вообще ни о чем, именно в таком вот внешнем виде машина и должна быть, именно в таком внешнем виде ее завозили в игру, ну и, наверное, именно такая и должна быть в руках танкистов. Поэтому то, что положили в набор легендарный камуфляж, здесь ничего удивительного нет. Действительно, если без него, то машина смотрится крайне простецки. Что касается аватара, при цене в 27500, я думаю, что здесь должно было быть насыпано штук 30 этих аватаров на выбор, ну положили, да и положили один. Что касается Х5, на объекта 268-го и помогут вам эти 25 сертификатов существенно поднять ваши копилки и элитный опыт экипажа прокачать. Есть еще, ребят, приказ, и если вы победите в 50 боях в течение 10 дней, ну а в принципе, ребят, это по 5 боев победных в день, я не думаю, что так уж и много. Вы заберете себе целых 3 контейнера, из которых могут вам упасть, помимо огромного количества на выбор фартовости машин, здесь их просто огромнейшее количество. Плюс еще есть возможность выбить голду, премиум аккаунт, ну и кучу-кучу всякой всячины. Короче говоря, наборчик, он просто насыщен контейнерами. Да, не хватает еще там ряда каких-то типа собери их все и так далее, но по большому счету вам дают 8 контов, не так уж и мало. Но и ценник не такой уж и низкий. Короче говоря, стоит хорошенько подумать, даже если данная голда у вас есть. При этом всем, ребят, в 20 тысяч, то есть на целых 7,5 дешевле предлагают Бадгера. Тут я не удивлен, потому что, в принципе, ценник на Бадгера в 20-ку вполне адекватен в данном наборе, да и машина, в принципе, давно уже в игре. А вот что касается объекта, то объект в игре недавно, ну сравнительно недавно, и в целом именно из-за этого на него и ценник такой взвинченный. Что касается самой машины и ее технических характеристик. Машина крайне интересная, крайне хорошая. Я успел на ней покатать, понятное дело, что как только появилась возможность, первая машина, которая выкатывалась из ангара, была именно она. Долго я о ней мечтал. Что касается, ребят, внешнего вида. Внешний вид, ребят, если без Камо, как я говорил, абсолютно простецкий. Напоминает обычную сушку 7-го, 8-го уровня. Ну, короче говоря, ничего интересного абсолютно в ней нет. Безусловно, Камо ей к лицу, машина просто преображается. Но одним Камо сыт не будешь, и красота в бою это, конечно, хорошо. Но все же давайте обсуждать технические возможности данной машины. Она мне напоминает такую себе бабаху, которая немножко не добрасывает альфы, но при этом имеет обалденную диаметрально противоположную броню. Есть, безусловно, Камни преткновения в виде времени сведения. 4,4-х чувствуется это время сведения, и в бою не то чтобы дискомфортно, но ощущается какое-то легкое такое ужимание твоих возможностей. Что касается разброса на 100 метров, здесь, в принципе, все нормально, все окей. Играется в целом нормально, довольно точная пушка, как для своих возможностей, в 690 единиц альфы и 265 пробития. Пробития улучшать нет абсолютно никакого смысла, вы пробиваете практически всех, практически везде, где можно их пробивать. Что касается урона, 2889. И этот ДПМ действительно реализуем на данной машине, время перезарядки, я бы сказал, абсолютно адекватное. Я не буду хаять его за большие цифры, хотя многие говорят, что очень долго перезаряжается, но, ребят, 690 альфы. Это не машина, которая набрасывает, допустим, там по 550 средухи, соответственно, там хочется, чтобы перезарядка была плюс-минус какая-то более комфортная. Здесь же это вполне нормальное сбалансированное орудие. Угол склонения орудия вниз, минус 5, действительно добавляет дискомфорта в игре. Что касается подвижности, это будем обсуждать с вами непосредственно в самой катке, куда с вами и будем отправляться после того, как заценим с вами броню. Что касается брони, по броне, ребят, это действительно просто имба. Если смотреть среди ПТ-шек, безусловно. Как вы видите, силуэт машины красный, шо капец. Если говорить про сам корпус, здесь все насыщено броней, сюда вас точно пробивать не будут. То же самое касается и вашей рубки, которая, кстати, не является поворотной. Что касается слабых зон, то если вы стоите вот так вот, слабая зона это ком-башня, которую надо еще выцелить, умудриться. Она такая уж и большая. И если вдруг вы там как-то неправильно доворачиваетесь, то могут вот сюда вот бить голдой. А также, по большому счету, отыгрывать на машине необходимо именно в прямой проекции. Что касается угла поворота орудия по сторонам вправо-влево, поскольку поворачиваться рубки нет, то в целом все комфортно, все окей. Я дискомфорта не ощущал. Да, безусловно, когда вы будете вот так вот как-то выезжать, то будут выцеливать вот сюда вот и вот сюда вот пытаться выцеливать голдой. Но это тоже занятие такое себе. Если вы столкнулись с данным товарищем в бою в виде вашего соперника, бейте его фугасами вот сюда вот вниз, для того, чтобы верхний вот этот вот, как правильно назвать, верхний лист корпуса, да, залетали ваши осколки, потому что здесь 45 миллиметров. Что касается бортов, кормы, понятное дело, пробиваться будет, поэтому, ребят, борта и корма, они должны быть спрятаны от ваших соперников. Лучше всего отыгрывать вот в такой вот проекции, как я говорил, но угол склонения не поможет вам там как-то супер классно отыгрывать от каких-то неровностей. Короче говоря, машина больше для ровных каких-то площадок и, соответственно, более комфортно отыгрывается именно на них. Что касается сравнения с другими танками, как вы видите, по ДПМу это, безусловно, далеко не имба на уровне, есть огромное количество машин, которые лучше, но не в имбе ДПМности здесь смысл, а смысл в комфортности орудия в 690 единиц накидывая при нормальной перезарядке и точности, имея возможность сдерживать натиск соперников, в том числе и тяжелых танков, вы действительно годная, хорошая машина в бою. Что касается скорости, я бы не сказал, что это прям совсем унылая машина, но и летать по карте не будет, что-то среднее, но в целом передвигается крайне комфортно. Процент по победам 56%, и с данным результатом может сравниться опять-таки тот же самый Батгер, он отыгрывается по процентам побед точно так же. Все остальные ребята существенно провисают в отношении результативности в виде побед, ну и, соответственно, ваших вкладов, наверное, в игру, потому что по-другому, навряд ли команда постоянно прям вытягивает данный процент побед без вашего участия. Ну что, берем машину, убеждаемся в том, что будет встречный бой и погнали пытаться ее затестить. Друзья мои, пока нас закидывают в бой, хочу предложить каждому из вас подписаться на канал прямо сейчас, потому что это один из способов получить подарочек от автора канала. В частности, каждую субботу я провожу розыгрыш, и если вы хотите в нем поучаствовать, вам необходимо быть подписанным на канал, лайкать видео, которое выходит в течение недели, и обязательно, ребят, писать комментарии, в частности, в комментарии указывать свой никнейм. Если вы хотите более подробно ознакомиться с условиями розыгрыша, в описании под данным видео есть ссылочка, посмотрите данный видосик, ну и, соответственно, будете все знать. Ну а я поехал заценивать объекта. Что касается подвижности и поворотливости, крайне нормально едет. Я не могу сказать, что факт того, что есть ПТ-шки более бодрые, более подвижные на уровне, эта машина прям существенно уступает. Я, по крайней мере, еду быстрее, чем ВК-7201. Я еду на уровне с клинком. Короче говоря, ребят, я не ощущаю себя в бою унылой машиной. Что необходимо помнить про данный аппарат? Помните обязательно по поводу скудных углов склонения орудия вниз, что не позволит вам... Ну зачем ты это делаешь? Я понять не могу. Ты уснул или ты притормаживаешь немножко. Едь, пожалуйста, я тебя очень сильно прошу. Так, отвлекся, ребят. Обязательно помните по поводу скудных углов склонения орудия, которые не позволят бодро отыгрывать на каких-то неровностях. Находите какие-то плюс-минус ровные площадки. И вот на открытых участках карты, особенно если вы имеете возможность работать по засветам ваших союзников, вам цены в бою просто-таки не будет. Сейчас подъедем сюда и попытаемся здесь немножко поотыгрывать. Время сведения, видите, как я говорил, долговатое, но оно того стоит. Вы закидываете 600 с копейками, ну и, соответственно, даете довольно-таки неплохой урон по сопернику. Сейчас он пытается выцелить, куда кинуть. Посмотрим, куда пробил. Пробил в комбашню, как я говорил. Но, в принципе, для ФВшки не есть проблема на таком расстоянии выцелить. Так. Обменивается тычками. И самое правильное, что можно сделать, это попытаться с ним сблизиться. Я немножко не успел, но, по большому счету, было бы очень классно упереться в него и таким образом попытаться как-то не дать возможности нормально выцеливать. Но, опять-таки, комбашня была бы сверху, поэтому помните об этом. Пытайтесь немножко все-таки мансить в процессе того, как вы бодаетесь со своим соперником. Ну что, поехали дальше. Так. Лечим нашего товарища Мехвода. Угол склонения орудия вверх комфортный. Вы можете вполне нормально поднимать орудие вверх практически на любых участках карты и быть полезным, выцеливая кого-то на верхотурах. Ну, очень бодрая ПТшка. Действительно, играешь, получаешь массу удовольствия. Можно ли сравнить с Бабгером? Да, можно, но все-таки далеко не во всем. Все-таки эти машины очень, очень, ребят, разнятся. Единственное, в чем разницы в них практически нет, это в том, что ты будешь получать удовольствие от игры как на одной машине, так и на второй. Лобовая броня, я бы сказал, соизмерима у данных машин. Соответственно, живучесть тоже неплохая. Главное, ни в коем случае не становиться бортом, ни в коем случае не пытаться там как-то отвернуться от соперников. Добавить бы времени сведения, но это тогда уже совсем будет импище какое-то, которое никто продавить не сможет. А вот как раз за счет того, что мне приходится выжидать, чтобы нормально вот свестись, прицелиться, у ребят соперников и есть хоть какие-то шансы со мной потягаться. Сделал один фраг, накидал урона, понятное дело, что сейчас будет победа однозначная. И вот так вот объект, он отыгрывается постоянно. Я вот сколько на нем играл, да, безусловно, были у меня проигрышные бои, но преобладающие большинство боев были все-таки победные, с довольно неплохими результатами по настрелу. Минимум один фраг, бывало такое, что делал три. Короче говоря, ребят, машина действительно очень классная. И это один из тех аппаратов, в которых я не ошибся, мечтая о нем. Ну, как-то так. Я не тестил его до того, как начал о нем мечтать, я просто предполагал, насколько хорош он будет. 3239 единиц урона, практически не страдая в бою. Да, пробили ком башню, но, ребят, все-таки должны быть ахиллесовый пятый в любой машине, даже в пускай самой имбовой. Что касается результатов по фарму, то это, безусловно, не фармер, абсолютно. Поэтому ради фарма, понятное дело, никто его покупать не будет. Да и, в принципе, десятки ради фарма никто не берет. Берут именно ради удовольствия игры на самом верхнем уровне. Что касается моей результативности, я буквально чутка отстал от Хэви, который занял первое место. Но свой вклад в победу я однозначно сделал. Более 3200 урона, по-моему, довольно неплохой результат. Что могу сказать от себя? То, что эта машина классная, это однозначно. То, что она действительно стоящая, то, что она действительно будет доставлять вам удовольствие во всех 100% боев, это 100%. А вот что касается ценникам, да, действительно, ценник крайне сильно кусается. И за этот ценник можно купить себе, ну, как минимум, наверное, 3, а то и 4 годных восьмерки. Покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Мое лишь дело показать машину такой, какая она будет руками среднестатистического игрока. Я не 70% какой-нибудь там скилловый игрок, который может даже палкой-копалкой без снарядов кого-то забить до полусмерти. Я просто играю в танки ради удовольствия, и данная машина удовольствие мне приносит, а значит, она уже хороша. Ребят, возвращаясь к теме розыгрышей, если вы хотите не пропускать видео, которое вам необходимо посмотреть, лайкнуть и под ними поставить свой комментарий с никнеймом для того, чтобы в субботу участвовать в розыгрыше, Переходите, пожалуйста, на мой дискорд, регистрируйтесь, здесь вы найдете ребят, с которыми можете пообщаться на интересующие вас темы, похвастаться какими-то своими достижениями, ознакомиться с новостями канала, которые там публикуются, как только они появляются во всех официальных источниках, и не надо их искать дополнительно, и есть раздел новостей канала, где вы видите, какие видео выходили, и по превьюшкам сможете понять, что вы смотрели, а что нет, ну и, соответственно, по ссылочке перейти и глянуть. На данный момент у меня все, это был абсолютно честный обзор на объекта 268-4, который стоит за большие деньги на продаже, но все-таки он этих денег, наверное, стоит. На данный момент у меня все, вам всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok